друзья всем привет субботние новости так получилось что мы с вами опережаем события прошлая неделя прошла под эгидой смартфона компании xiaomi mi8 mi band 3 фитнес-трекера мы как бы все это с вами посмотрели потом я начинаю перелопачивать новости и понимаю что до рассказывать особо не о чем к тому же до конца лета ничего особо не предвещается 9 августа предварительно покажут galaxy note 9 смартфон но я не могу сказать что лично я его вообще жду но там ведь все очень ожидаемо будет ожидаемый дизайн чуть-чуть там улучшат камеру и все и уже в сентябре мы будем смотреть на новые айфоны тоже как бы нет никаких откровений большой айфон если хотите увидеть как будет выглядеть большой айфон посмотрите на xiaomi mi8 приблизительно вот так поэтому сейчас мне приходится ковыряться искать всякие какие-то такие резонансные события разную дичь и рассказывать вам о ней поэтому начнем но начнем из красивых цифр оказывается компания one plus побила свой собственный рекорд и за одну неделю продала one plus 6 тиражом в 1 миллион смартфонов это рекорд компании потому что one plus 5 тиражом в 1 миллион разошелся аж за три недели к тому же за эту неделю one plus умудрилась продать все модели с максимальной конфигурации то есть 8 гигабайт оперативной памяти 256 гигабайт постоянной памяти это абсолютно рекорд и здесь сразу же возникает вопрос видимо челка и монобровь на экране и повышенная цена никого не смущает видимо людям наоборот это нравится мы с вами постоянно скептически к этому относимся говорим что это уродство пятое десятое а смартфон продается еще лучше спрос на него еще выше вот видите какой злой урок видимо понимают что то эти маркетологи понимают что копируют мы с вами сидим бурчим что монобровь это некрасиво но видимо массовое сознание как бы говорит о том что все-таки люди к этому тянутся и вы знаете что свой one plus 6 я продал и периодически слежу за обновлениями этого смартфона читаю различные зарубежные источники зарубежных авторов там разных журналистов и недавно буквально вот на той неделе вышло обновление one plus 6 связанная с камерой и люди показывают фотографии которые получаются на one plus 6 и камеру реально подтянули то есть я даже немножко пожалел что продал хочу опять попробовать как он фотографирует там прям динамический диапазон стал отрабатывать великолепно поэтому все-таки one plus 6 это действительно очень хороший смартфон который можно рекомендовать для покупки да он стал дороже но все-таки смартфон действительно крутой очень быстрый более-менее неплохой дизайн монобровь мы это с вами уже все обсуждали цена мне кажется все равно цена приемлема за такой смартфон такую производительность поэтому думаю можно брать следующая новость очень забавная корейский оператор skt link собирается возобновить продажи iphone 3gs вы помните вообще этот смартфон который был выпущен в 2009 году снят с производства в 2012 году он был весь такой из глянцевого пластика черный и белый сильно царапался но уже тогда это был прям хитяра и самое смешное что эта компания собирается продавать эти смартфоны по 40 баксов это действительно дешево и с удовольствием даже себе купил бы в коллекцию просто вспомнить былые времена к тому же очень странно ведь iphone 3gs крайняя версия ios которая поддерживалась в нем была ios по моему 6 и на сегодняшний день если активировать это устройство то большинство современных сервисов и функций там попросту будут недоступны вы просто зайдете в веб-стор и не сможете обновить некоторые приложения к примеру youtube точно наверно не обновиться до последней версии чтобы коррект корректно отображались какие-то функции как это будет все работать непонятно с другой стороны ios 6 на нем будет работать очень очень быстро что тоже забавное какие-то базовые функции этого смартфона будут выполняться там будут работать звонки надеюсь можно будет отсылать sms можно будет как-то пользоваться браузером и слушать музыку 40 баксов за звонилку ну я не знаю кому это нужно новость действительно забавная к примеру сейчас именно там в корее iphone se самый доступный смартфон компании apple стоит 450 баксов кстати это действительно как-то дороговато получается из-за 40 баксов я думаю какие-нибудь корпорации для своих сотрудников чтобы просто обмениваться сообщениями звонками будет то все дело скупать по контракту почему нет а я бы за 40 баксов с удовольствием просто приобрел бы себе такую побрякушку чтобы как-то прочувствовать ответ с кивоморфизм и прочие вещи ну забавная новость как по мне а теперь новости о компании apple из 2018 года в недавнем интервью тим кук поделился очень примечательной информацией оказывается в новом кампусе apple apple park все сотрудники работают стоя и это не их наверное желание а тим кук просто заставляет всех работать стоя для этого даже разработаны специальные столы специальная мебель почему так происходит ну потому что тим кук считает что сидячий образ жизни это новый рак вот так вот он как бы высказался по поводу нашего с вами образа жизни кстати отчасти я с ним соглашусь однако я сам пробовал работать стоя у меня была экспериментальная неделя даже я как-то на каком-то сайте описывал свой опыт работы стоя ну это интересно но тоже усугублять не стоит потому что можно обзависеть другими заболеваниями допустим связанными сосудами особенно на ногах поэтому нужно как-то комбинировать и если посмотреть то понятно почему все мы знаем как закончил стив джобс да он постоянно экспериментировал со своим питанием где-то недоедал фрукторианство вегетарианство нездоровый образ жизни и его это подвело наверное еще была какая-то предрасположенность и если посмотреть на то как выглядел там тим кук три года назад и как он выглядит сейчас установится понятно что человек прям занимается своим здоровьем еще с выходом apple watch это его любимый гаджет потому что он как бы выходил под его и гидой и вот этот вот образ жизни постоянного движения бега ходьбы он так или иначе сказывается на тим куки и тим кук своим поведением пытается вот эту модель как бы насадить на всю компанию на всех сотрудников чтобы люди были немножко здоровее и мне кажется это действительно правильно ну тут конечно стоит сделать маленькое пояснение рабочие места в apple park сделано таким образом что стол можно регулировать он идет с кнопками то есть вы можете сделать сидячее положение можете сделать стоячее положение поэтому люди постоянно балансируют постояли посидели постояли посидели конечно же на протяжении всего дня стоять сможет грубо говоря не каждый здесь специфика каждого человека физиология каждого человека у кого-то может быть состояние здоровья быть таким образом устроена что он в принципе не может сеть он больше себе навредит поэтому здесь конечно же без вандализма без вот такого вот диктаторство но в любом случае решение очень очень здравое следующая новость посвящена компании samsung все вы знаете что в феврале в конце февраля 2019 года традиционно пройдет мобильный конгресс в барселоне на него мы в любом случае едем его никогда не пропускаем и все мы конечно же ждем там анонс galaxy s10 но оказывается что возможно по слухам которые нам говорят инсайдеры в этот период покажут сверх дорогой смартфон компании samsung так называемый samsung x да как мы его привыкли называть сгибаемый смартфон розничная стоимость которого будет составлять 1850 долларов вот что говорят инсайдеры цитируем samsung будет позиционировать свой первый гибкий смартфон как супер премиум устройство причем как в смысле возможностей так и в плане стоимости оба показателя будут существенно превосходить параметры существующих премиальных смартфонов и поддерживать направленность модели на исключительную производительность дизайн и эргономику достойную устройство подобного класса ну я хрен его знает как комментировать такую новость непонятно зачем нужен сгибаемый смартфон то что он будет стоить 1850 долларов но понятно типа новинка новейшая технология которая позволяет складывать прямо сгибать экран устройства и он при этом остается работоспособным это все замечательные конечно же на такой прототипом возможно даже наконечную модель смартфона хотелось бы посмотреть хотелось бы понять вообще чем живет компания samsung как она представляет будущее смартфонов потому что чересчур смелый ход к тому же чересчур смелая цена 1850 баксов такое ощущение что как бы мы понимаем что его никто не купит но если купят то хоть пусть купит вот за такие деньги отобьем стоимость разработки то есть все как-то туманно непонятно для кого зачем и с другой стороны задумываешься а когда уже когда уже произойдет новый какой-то существенный скачок который даст рынку смартфонов вообще такому форм-фактору какое-нибудь новое дыхание потому что мы все мы привыкли что смартфон это вот как бы вот такой прямоугольник с сенсорным экраном что будет дальше непонятно носим электроника не настолько популярна как это будет все развиваться к сожалению за все это время как бы был только один скачок значит куд приличный это появление айфона в 2007 году и популяризация сенсорных смартфонов как таковых вообще после этого ничего не произошло вот уже проходит больше десяти лет и мы как бы все копошимся в одной и той же сфере не то чтобы скучно но хотелось бы чего-то нового напишите в комментариях как вы себе представляете вообще развитие мобильных технологий сейчас мы там блогер журналисты рассказываем вам больше всего смартфонах интересно что будет через 10 лет о чем мы будем вам рассказывать через 10 лет хотелось бы чтобы это было что-то новое потому что вечно рассказывать про камеры смартфонах сравнивать экраны флагманов и прочие вещи это ведь тоже как бы ну не камильфо вот друзья мы подошли к такому моменту когда искусственный интеллект и все вот эти вот алгоритмы начинают заниматься разными вещами страшными вещами в том числе и творчеством недавно произошла очень резонансная вещь некий искусственный интеллект под названием бенджамин за 48 часов сам написал сценарий текст и снял свой собственный фильм ужасов это получился фильм на 6 минут и если посмотреть на видеоряд то есть что сделал искусственный интеллект какой фильм он создал то как бы это можно назвать фильмом ужаса но не потому что в основе его лежит какой-то ужас а ужасом это можно назвать потому что в нем видно каким образом искусственный интеллект вообще видит нас с вами людей то есть действительно там такая вот страшная атмосфера там какая-то странная музыка наложена просто посмотрите я оставлю ссылку в описании к этому видео то есть реально как бы компьютерный код да какой-то вычислительный код начинает делать и вещи это с одной стороны это очень прикольно потому что действительно в этом что-то есть там отрисована какая-то графика анимация лиц там происходят какие-то дичайшие вещи смысла там никакого особо нет хотя какая-то история рассказывается история там действительно какая-то есть это все жутко вот реально жутко то есть возможно даже фильм сам был не как фильм ужасов разработан искусственным интеллектом когда человек на это смотрит действительно немножко как бы прям вот по коже мурашки тут такое ощущение что я посмотрел какое-то новое творение дэвида линча также на днях компания apple выпустил очень интересный рекламный ролик который называется behind the mac там показывается как разные люди работают за макбуками разными макбуками старыми новыми макбуками что-то создают слушать какую-то музыку и по какой-то причине зарубежное издание the verge решила что в этом ролике есть двойной посыл двойной смысл и это двойный посыл бы ознаменован тем что показывается в ролике макбук а в описании к видео стоит ссылка на mac pro за 5000 долларов вот из-за этого они решили что есть какой-то двойной посыл якобы макбуки давным-давно не обновлялись хотя почему давным-давно как бы ну 2016-2017 год ну да они не обновились на новые intel core там i8 ну как бы ничего страшного в этом нет и при этом абсолютно все русскоязычные сми начали перепечатывать это новое что вот в этом ролике есть точно двойной посыл показывают макбук а ссылка ведет на мак про за 5000 долларов наверно скоро будет обновление макбуков ну я не знаю я к этому так не отношусь и стараюсь какие-то вот эти конспирологические теории вообще как бы не не разбирать одно издание написала другие перепечатали поднялся хайп просто хороший душевный видеоролик мне он понравился и вы его тоже посмотрите на этом все вот такие новости на этой неделе мне запомнились друзья хорошо проведите выходные на улице жара солнце надеюсь у вас тоже позагорайте уйдите в отпуск сдайте все ваши там экзамены которые возможно место остатки две недели от тоже влечу в отпуск поздравьте меня с этим и надо бы записать пару подкастиков поэтому подписывайтесь на канал подписывайтесь на телеграм-канал кстати не забывайте что в телеграме у нас через две недели будет розыгрыш трех mi band 3 кстати посмотрите это видео поучаствуйте в розыгрыше всем удачи пока